Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Середина дня». И с нами сегодня в середине дня наш коллега, трейдер из Ростова-на-Дону Владимир Мудряков. Владимир, приветствуем вас! Добрый день, участники! Добрый день, Игорь! Что интересного сегодня на рынке? Бурно обсуждаем доллар-рубль. Куда что оттолкнется? Вам слово. Спасибо! Спасибо. Ну, просто обсуждать не вижу смысла. Все-таки мы, как трейдеры, больше не аналитики, должны действовать, а не обсуждать. Так, все, экран виден. Что касается рынка на текущий момент. Ну, начнем, наверное, со всеми любимого инструмента нефть. То есть я здесь продолжаю находиться в своей многодневной сделке. Уже, получается, месяц на этой неделе будет. Переложился в новый фьючерсный контракт. Плюс делал управление частичной фиксацией входа-выхода. И, собственно говоря, одна из последних моих фиксаций, это была практически по хайу. На тот момент это в районе 66. Если я не ошибаюсь, как раз-таки в этом диапазоне я фиксировал. Пока дальнейшее восстановление не делаю. И еще против себя на одном из счетов сегодня вот открыл спекулятивный короткий шорт. Посмотрим, чем он дальше вылезет. Пока он, как минимум, уже в безубытке для меня находится. То есть нефть с текущих после вчерашнего вылета, я лично надеюсь, что сделает коррекцию. В идеале буду рад, если эта коррекция пройдет до 62. Там я с огромным удовольствием буду пробовать восстанавливать агрессивно свои лонги и дальше находиться в рамках основной своей позиции. Это что касается нефти. Что касается, кстати, доллар-рубль. На прошлой неделе получилось у меня взять вот это движение. Я брал, когда мы четко прям упали. Пошел ложный вынос. Я это ребятам рассказывал, что нужно дождаться возврата. И взял в пятницу вот это движение. Здесь получается сколько-то. Почти 300 пунктов взял. Вчера интересная ситуация была. Тоже я этот шип выкупил, взял. Но до первого моего тейка не дошла буквально 7 пунктов сделка. И как итог она закончилась с небольшим безубытком. Сейчас я пока вне позиции под доллар-рубль. Жду возможности присоединиться. Вижу здесь очень хороший потенциал. Пока на лонг. Как минимум потенциал в районе 1000 пунктов для меня виднеется, который я хочу реализовать. Плюс это длительная проторговка. Пока говорит о том, что пробовать нужно. Но на данный момент с текущих позиций чего-то интересного я не вижу. То есть я здесь по времени хочу подождать как минимум вторую половину дня. И там уже рассматривать. Что касается РТС. Вот этот вылет, который произошел, я и говорил, как бы здесь сейчас не произошла ситуация, подобная с нефтью. То есть это длительная проторговка. Я из нее как раз таки ждал выхода наверх. Он состоялся. Единственное, у меня еще остается потенциал дальнейшего движения наверх в район 140. Но здесь нужно быть осторожным. Если сегодня, завтра появятся для меня дополнительные сигналы, то я наконец-таки спустя, ну, наверное, я РТСом не торговал уже месяц, буду совершать свои первые сделки. Конечно же, на данный момент это контртрендовый фшорт. Но жду еще подтверждения формирования сигнала. Что касается спекулятивного внутри дня, потенциал еще лонговый сохраняется и можно делать. Единственное, я рекомендую все-таки совершать сейчас сделки здесь спекулятивные, внутридневные. Кстати, текущий диапазон, если кто хочет, весьма интересный. Мне там пунктов 400, даже 600 можно взять. У всех свои цели. Мне это неинтересно, поэтому здесь я чистый аналитик, не трейдер на РТСе пока что. Но готовлюсь перейти в разряд трейдера по РТСу. То есть я здесь еще жду. Лонговать длительно я не готов. А вот на шорт пока еще нужно формирование. Что касается Сбербанка. По Сбербанку я продолжаю находиться в акциях. Получил дивиденды. Сейчас, кстати, вообще дивидендный период. Практически каждый день приходят смс-ки с информацией о том, что пришли дивиденды. Это и Магнит недавний был вот на этой неделе. И ВТБ. Нет, прошу прощения, не ВТБ. Мосбиржа была. И другие компании. Кстати, что касается акций. Сейчас прям очень хороший момент. То есть у меня в портфеле где-то порядка 16 позиций. Из них только две около нуля с небольшим убытком. Все остальные позиции дают сейчас в среднем где-то порядка 20%. Это очень-очень хорошо с учетом, точнее, это доходность без учета дивидендов. И вот банальное инвестирование, которое доступно абсолютно каждому участнику. И могу еще сказать такой момент. Подобный подход на рынке, мне кажется, абсолютно оправдан. Почему? Если вы не забираете спекулятивные лонги, но не получилось войти, допустим, как со Сбербанком, когда рынок дерганый, то вы понимаете, что как минимум это движение вы зарабатываете в акциях, и торговля становится очень-очень комфортной. Что касается спекулятивного Сбербанка, я вчера как раз таки давал диапазон, в рамках которого может произойти как минимум либо коррекция, либо разворот. Вот заранее этого я предсказать не могу. И в рамках этого диапазона так сейчас и происходит. То есть как минимум откат. Пока я надеюсь, что это все произойдет с целью дальнейшего движения наверх. Но жду чуть-чуть пониже, хотя бы в район 24-300. Здесь я готов действовать. То есть текущих для меня воздух интересных моментов для спекулятивного входа сейчас не вижу. Но понимаю, что выход может быть быстрый, поэтому за Сбербанком пристально наблюдаю. Дневной график мне очень нравится сейчас на Сбербанке. Как бы ни реализовалась у нас подобная модель перед дивидендами, которая была, когда пошел выстрел. И сейчас что-то подобное может по Сбербанку произойти. Поэтому я лично пока верю в дальнейшее движение наверх. Но как трейдер, как спекулянт, если пойдет обратный сигнал, то верить в свой прогноз без стопа я, конечно же, не буду. Либо защищать как минимум через другие ситуации. Газпром прошел выход из консолидации. То есть мы сколько здесь? Больше месяца находились и об этом я всегда говорю. То есть если рынок стоит в боковике, это не значит, что здесь ничего не происходит. То есть как минимум этот диапазон кому-то интересен. Заранее сказать, что здесь набирает ланги либо шарты невозможно, на мой взгляд. Больше был шанс выхода наверх, что, собственно говоря, сейчас и произошло по Газпрому. Поэтому прям с текущих покупать неинтересно, но вот я слежу за уровнем 22.800, 22.950. Если мы сюда припустимся, то можно будет попробовать спекулятивные ланги. Либо у меня есть еще другой запасной вариант. Если мы вынесем 23.950 где-нибудь пунктов на 100, на 150 и пойдет сигнал для меня, то рассмотрю короткие продажи со стопом. Почему? Потому что будет там очень хороший потенциал, если это реализуется. Это что касается Газпрома. Что касается евро-доллара. Вот вчера давал рекомендацию как раз-таки ланги до диапазона 1.14.2. Это по фиечу, да, а не по валютной именно паре. Откуда ждал движение вниз? Собственно говоря, так и произошло. Единственное, я сам это движение не взял, потому что находился в сишке. Но посчитал, там будет больше потенциал. И выхлоп, как итог, оказался в евро-доллар. Но были люди, которые воспользовались рекомендацией, и это движение забирают. То есть по евро-доллару есть потенциал дальнейшего снижения. В принципе, в 1.31, в 1.32 есть шанс, что мы спустимся. А вот что будет дальше, пока для меня вопрос, нужно подождать несколько еще часовых свечей, для того, чтобы рассчитать возможное движение дальнейшего цены. Это что касается текущих моих инструментов. То есть в нефти я нахожусь в двойной позиции. В одной, в очень долгосрочных лонгах, с уже зафиксированной частью прибыли. В другой позиции, прямо сейчас, я нахожусь в небольших спекулятивных, против же себя, шортах. Но через другого брокера, через другой счет, это делается специально по определенным событиям. Это что касается рынка. Если есть вопросы, задавайте, с огромным удовольствием отвечу. Вопросы можно в чате писать. Вопрос от меня, Владимир. Как доходность за прошедшую неделю по всем текам? Шикарная. О, вот так вот. Здорово. Сейчас рынки растут, поэтому инвестиционные портфели радуют. И, собственно говоря, доходность спекулятивная с учетом нефти, прям очень-очень радует. То есть, прошлый месяц, в том числе и прошлая неделя, ну, сделала шикарный подарок. Ну, шикарно. Дай бог, чтобы так и продолжалось. Спасибо вам за ваш обзор и комментарии по практике торговли. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.